Сегодня у нас очень приятное событие. Мы начали и продолжаем подписывать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ключевыми предприятиями, ведущими предприятиями в Кингисепском районе. Буквально несколько дней назад мы подписали соглашение с ООПГ «Фосфорит» на очень большую сумму, мы были свидетелями. И сегодня очень приятно, что компания «Еврахим» в целом и «Еврахим Северо-Запад» мы подписываем очередное соглашение, следующее соглашение. И опять же с той же тематикой, это поддержка спорта на территории Кингисепского района. За что я, Илья Викторович, вам очень благодарен, что вы поддерживаете это направление. Согласились с распределением средств. В этом договоре у нас 6 миллионов рублей. Мы озвучили, да, наверное, именно целевые. И с 6 миллионов рублей, 2 миллиона рублей на ремонт столовой и пищеблока в Александргорской средней школе в Большевуцком поселении. Так изъявили желание и руководство поселения, и мы знаем, что руководство школы именно беспокоится, и мы за летний период это все отремонтируем. 2 миллиона рублей на финансирование мероприятий по развитию хоккея с шайбой. Вы знаете, что мы с помощью, с очень серьезной поддержкой компании «Еврахим» построили ледовую арену, и компания «Еврахим» в целом продолжает поддерживать развитие спорта, и в том числе с большим уклоном на развитие хоккея, чтобы наши дети были лучшими в нашем регионе. И они уже это показывают, свои результаты. 500 тысяч рублей мы предложили, и вы согласились на подготовку библиотеки. У нас как раз там не хватает средств, мы будем открывать новую библиотеку в городе. 500 тысяч рублей на поддержку развития борьбы, федерации борьбы в городе Кингисетии. 500 тысяч рублей это федерация биатлона. У нас биатлон набирает свою популярность, есть хорошие итоги, и мы очень благодарны, что именно эту федерацию вы тоже решили поддержать. В этом году действительно мы расширили фронт нашего социального взаимодействия, социальных наших инвестиций, как Виктор Юрьевич обозначил. До этого мы традиционно в основном участвовали в развитии футбола и хоккея. Сегодня программа про года гораздо обширной. Также хотелось отметить то, что в этом году мы попросили администрацию направить часть средств именно на благоустройство ряда объектов в поселке Кингисет. Это те практические вещи, те следы, которые мы оставим после себя, и надеемся, что жители поселка будут этими вещами подвести. Ну а за рамками остался у нас футбол, но я уверен, что мы защищем возможность и в этом направлении. Я бы постеснялся сказать это спасибо, что понимаетесь. В ближайшее время мы даже вот это соглашение, которое подписано сегодня, постараемся еще расширить. В 22 августа в 2018 году мы запустим новое производство, введем в эксплуатацию, создадим как-то нового крупного народа предприятия на территории Комиссии. Рабочие инвестиции, которые мы делаем, в том числе в социальную сферу, они, естественно, на сегодняшний день еще ограничены. Однако на примере того же фосфорита, объем содержки фосфорита существенно больше, могу сказать. Но новое предприятие, новый этот цех производства бака, он по своей экономической мощности будет превосходить фосфорит, я думаю, даже грозы. И, соответственно, тот объем средств, который будет выделяться в рамках будущего производства, он будет соразмерен основным финансовым показателем. Я думаю, консолидированный объем социальных инвестиций со стороны Еврахимова, он вырастет, наверное, может выразить даже. Можно будет реализовывать крупные проекты с совместным финансированием мы и Еврахимова.